Всем привет! Мы продолжаем урок про белые автохтонные сорта. Напомню на всякий случай, что само слово автохтонный означает местный сорт винограда. Автохтонными могут быть не только сорта винограда, автохтонными может быть все что угодно. Автохтонные сыры, то есть это обозначает то, что данный продукт принадлежит определенной местности. В Европе очень часто эта местность, конечно же, контролируется, то есть есть четко очерченные границы. Но все равно больше это регулирует история. И все-таки история происхождения того или иного сорта винограда, она отсылает нас к той или иной местности, региону или стране и так далее. Италию, например, ее называют страной автохтонии, потому что количество автохтонных сортов там какое-то невероятное, его даже не назвать. То есть то количество сортов, которые там есть, их даже не сосчитать. И давайте начнем с итальянского, раз пошла у нас такая песня. Давайте начнем с самого сгрозы российского рынка сорта винограда пинагриджо. Как в России любят пинагриджо, просто не описать. Вот само даже это произношение пинагриджо. Принесите мне бокальчик пинагриджо. Согласитесь, звучит очень красиво, да, и даже если вы ничего не понимаете в вине, вам всегда нравится пинагриджо. Если вы не знаете, какое вино выбрать, приходите в ресторан, открываете винную карту, смотрите в нее, заказываете пинагриджо. Это красиво звучит, да, создает ощущение, как будто бы вы разбираетесь в вине. Ну и на самом деле на вкус и аромат у него очень приятный, пинагриджо очень-очень понятный. Давайте немножечко глубже про пинагриджо. Пинагриджо это тот же самый пиногри во Франции. Это тот же самый грау бургундер в Австрии и в Германии. Сорта винограда пинагри, он происходит из бургундии и из шампани. Пинагри это результат мутации пинонуар. Мы об этом расскажем вам чуть позже про клоны, про кроссы, про мутации, про все вот эти важные вещи, как изменяются сорта винограда. Каким образом появляются новые сорта винограда, это очень интересно. Пинагриджо очень распространен сейчас по всему миру. Пинагриджо много где выращивают. Пинагриджо не капризный сорт винограда, его достаточно легко выращивать. Он не требует каких-то экстрасил винодела или инолога. То есть пинагриджо достаточно легко. Плюс этот сорт все популярнее и популярнее в мире, за счет того, что он очень понятный. Я чуть-чуть позже скажу про ароматику. Самый, наверное, интересный, самый качественный, самый сложный пинагри вы найдете в Альзасе, конечно же. В Альзасе с ним обращаются достаточно деликатно. И вы можете заметить, какая большая разница между альзасским пинагриджо и итальянским пинагриджо. Если говорить честно и откровенно, ребята, мы с вами должны говорить честно и откровенно, то важно сказать, что большинство сомелье все-таки недолюбливают пинагриджо за счет того, что... Первая причина – это бешеная популярность, от того, что у сомелье, наверное, не так много возможностей предложить человеку, который не так глубоко разбирается в вине что-то более интересное, даже за те же самые деньги. И второе – от того, что пинагриджо все-таки достаточно простой сорт винограда и дает достаточно простые вина. В то время как сомелье каждый стремится к творчеству и каким-то таким своим экспериментам, либо к чему-то более глубокому и интересному. Но, в общем, здесь есть... Это все 50 на 50, можно поделить. И все равно здесь есть какая-то часть снобизма, я думаю. Вот мое мнение, что здесь все равно есть немножечко такого снобизма сомельешного. Но, с другой стороны, это ведь нормально, правда же? Все мы люди. В Италии пинагриджо в основном выращивают на севере, потому что пинагри и пинагриджо и грау-бургундер все-таки достаточно такой северолюб. Он достаточно хорошо себя чувствует в прохладном климате, из-за чего дает более свежие вина, да, не сильно алкогольные, а свежие. Точно так же пинагриджо не очень любит бочку. Скорее, виноделы стараются все-таки не перенасытить его выдержкой в дубе, да, давая более легкие вина. Потому что свежесть пинагриджо выражается в лайме, в лимоне, в каких-то цветущих плодовых деревьях. И это все прекрасно сочетается друг с другом. И вот эта ванильность, которую дает бочка, она немного это скрывает. Давайте про ароматику здесь скажем. Оттенки меда, абрикоса всегда есть в пинагриджо. Есть лайм, лимон, груша, зеленое яблоко. У пинагриджо очень свежая кислотность, и пинагриджо очень здорово сервировать на аперитив. Это всегда удачный вариант для аперитива. Если говорить про сочетание с едой, то пинагриджо, именно итальянский северный пинагриджо из регионов Фриули, Пьемонт, Венето, все-таки он к такой легкой кухне. Это салаты, это морепродукты очень легкие, не гриль, а вот что-то действительно такое, кухня натюрель, так скажем. Это может быть какие-то сырые морепродукты, карпаччо из осьминога, из лосося и так далее, и так далее. В общем, это легкая летняя свежая история. И пинагриджо по-настоящему идеальный вариант для того, чтобы летом пить где-нибудь на веранде. Следующий сорт винограда это, внимание, гевюрцтраминер. Вот если хотите проверить себя, насколько вы еще трезвы, сколько бокалов вам еще можно выпить, скажите гевюрцтраминер. На самом деле это такой трудновыговариваемый сорт винограда. Можно говорить просто гевюрц, да, и так упрощают очень многие гевюрцы, гевюрцы. Если вы говорите о вине, то все вас абсолютно точно поймут. Гевюрцтраминер это сорт винограда с немецким именем, итальянскими корнями и с французским паспортом, который в качестве дома предпочитает все-таки Эльзас, это север Франции. Его называют таким пряным сортом винограда с агрессивным шармом, потому что несмотря на то, что он невероятно душистый, невероятно пряный, само слово гевюрц означает пряный, есть сорта винограда, которые называются траминеры, то есть это одна группа, гевюрцтраминер, это две части, траминер, пряный. Да, там действительно очень много сладостей, очень много пряностей, это прям такой один большой-большой-большой восточный базар. Даже несмотря на вот эти все сладости, которые в нем есть, личи, роза, какие-то очень засахаренные разные карамельки, какие-то рахат-лукумы и все это в нем есть, но несмотря на это все равно присутствует вот эта горчинка. Часто гевюрцтраминер бывает сладкий, полусладкий, потому что у этого сорта винограда есть удивительная способность набирать много-много сахара на финальных этапах своего созревания, и вина получаются сладкими, полусладкими. Достаточно редко вы можете встретить сухой гевюрцтраминер, но, ребята, если вы его найдете, сухой гевюрцтраминер, сразу же покупайте, пробуйте, это должно быть чудесно. То есть вот эта вся ароматика такая, достаточно сладкая и пряная, в совокупности, в балансе с сухим вкусом, это правда, это очень-очень здорово. Таких мало, такие вина вы можете найти в Альзасе, чаще они, безусловно, полусухие, полусладкие, но в Альзасе можно найти сухой. Можно найти в Альто-Адидже на севере Италии, можно найти в Фриули, также на севере Италии, ну и можно еще посмотреть в Германию, но там его еще меньше, поэтому ищите сухой гевюрц, это чудесно. В Альзасе гевюрц занимает почетное место, 20% примерно посадок это гевюрцтраминер. В Альзасе его очень любят, потому что все равно есть вот этот гастрономический, географический принцип сочетания вина и еды. Гевюрцтраминер прекрасно подходит под альзасскую кухню. Эльзасская кухня, если говорить откровенно, это та же немецкая кухня, вот с добавлением сложных разных французских соусов, сливочное масло, сливочное масло, еще раз сливочное масло, колбаски, тушеная капуста, и все это достаточно очень жирное, и все это приправлено жирными соусами, для этого нужно соответствующее вино. И гевюрцтраминер это прекрасно балансирует и очень хорошо с этим справляется. Гевюрцтраминер это любимый сорт, например, Марлен Дитрих, она обожала гевюрцтраминер. Гевюрцтраминер любимый сорт Руфи Вестхаймер, любимый сорт, по некоторым данным, это любимый сорт, такой фаворит Бетховена. Очень многие люди любят гевюрцтраминер, но лично, например, мой взгляд на гевюрц, безусловно, из наблюдений, например, когда люди только начинают разбираться в вине, погружаются в винную культуру и стараются развивать свой вкус, они с первого взгляда, с первого глотка влюбляются в гевюрцтраминер, потому что он понятный и он очень яркий, то есть роза, пион, фиалка, абрикос, личи, вот прям много-много личи и розы. В слепой дегустации гевюрцтраминер легко узнать по личи. Очень много кардамона, очень много шафрана, короче говоря, вот все специи, которые вы собрали на базаре, положили туда, и вот они все очень-очень красиво в этом бокале друг с другом перекликаются, поэтому сорт винограда запоминающийся. Но здорово, когда вы выпиваете бокал гевюрцтраминера, можете выпить второй бокал завтра, третий бокал послезавтра, но от таких вин, как правило, очень быстро устают, то есть недолго гевюрцтраминер может быть вашим фаворитом. Ну, безусловно, это все зависит от вашего вкуса, но по-настоящему он такой пышный, очень иногда перенасыщенный, и выпить бутылку гевюрцтраминера – это непросто, непросто. В отличие от шабли, например, да, бутылка шабли – очень легкое вино, даже если это гран-крио, она очень приятная, но все равно вот эта вот свежесть и тонкость, она позволяет любить это вино долго. В общем, пробуйте гевюрцтраминер, это очень интересная штука, запоминающаяся, и он 100% поможет вам развить свой вкус, натренировать ваши рецепторы на начальном этапе. Следующий сорт, который вы 100% знали до этого урока, по крайней мере, вы хотя бы слышали о нем, это 100%, это мускат, который в Советском Союзе был в почете. Все знают белый мускат, красного камня, легендарное вино, которое завоевало много-много разных медалей важных. Это действительно очень интересное вино, сделанное талантливым человеком, но мы сейчас будем говорить про сорт целиком. Все мускаты с тем или иным происхождением, они дают достаточно интенсивные вина, и часто с гевюрцтраминером, даже, например, в слепой дегустации, их можно перепутать из-за такого яркого аромата, очень много схожих нот. Но от других сортов они оба заметно отличаются. На самом деле, вы их между собой можете спутать, а вот среди всех других это достаточно сложно, потому что вот этот вот яркий-яркий парфюмированный аромат, он запоминается. До сих пор неизвестно, откуда появился мускат. Есть версия, что он возник либо в Сирии, либо в Египте, либо в Аравии, неизвестно. Мускаты были известны еще в VI-VIII веках до нашей эры. Вина из муската производили и древние греки, и римляне. И сейчас, даже если вы приедете в Грецию, вы встретите огромное количество, огромное множество вариаций разного-разного муската, разной конфигурации, в разного калибра бутылках. Сладкие и сухие. Ну, в большинстве все равно сладкие, но так или иначе, в общем, этот сорт до сих пор любят и до сих пор с ним работает. И здесь мы тоже опять вернемся в Эльзас, потому что Эльзас, видите, к своей кухне требует именно таких очень сильных, очень ярких вин, очень ярких сортов. Поэтому, если говорить про старый свет сейчас, про Европу, то мускатов очень много посадок, достаточно много в сравнении, есть в Эльзасе. Это качественные и интересные вина, которые могут выдержать сложную кухню. Нам уже понятно все с немецкой и с эльзасской кухней, с колбасками, с капустой, с жареной картошкой и так далее. Но одна из самых сложных кухонь в сочетании с вином – это азиатская. Это острые соусы, кисло-сладкие соусы, очень сильные вкусы, много этих вкусов. То есть, все это, как правило, жареное или тушеное, и достаточно жирное. И таким блюдам нужно очень сильное вино. Вот с этим прекрасно справляются всегда рислинги, геверстроминеры и мускаты. Поэтому, если вы задумались сегодня на ужин какую-нибудь азиатскую, тайскую, японскую, неважно, какую-то кухню, берите мускат, это будет, правда, очень-очень здорово. И еще очень важно сказать про самый известный мускат. Самый-самый-самый известный, который вы 100% знаете. Это мускат, который производят на севере Италии. Москато дасти. Мы все с вами знаем мартини, мы все знаем чинзана, и мы все знаем вот эти легкие, сладенькие, гристые вины, которые производят на севере Италии. Это ни в коем случае не шампанское, это вина более простые, намного более простые. Они, как правило, легкие в своей крепости, потому что, посмотрите, какой процент алкоголя на бутылке мартини-асти, или на бутылке чинзана-асти, или просто маската-дасти. То есть в среднем это 5-7% алкоголя. Когда мы были в Пьемонте, несколько виноделов нам прям подтвердили, что они, игристое вино, вот это асти слегка, да, с пузырьками, они наливают детям со льдом вместе, то есть добавляют туда воду, и дают пить детям, которым 7, 8, 9, 10 лет. Мы, конечно, такие немножечко были озадаченные ситуацией, да, ну ничего себе, дети пьют такое вино. Но на самом деле, когда мы задаем вопрос, почему, как так вино детям, это же нельзя. Они говорят, вы думаете, это как-то опаснее или вреднее Кока-Колы? И здесь действительно, вы понимаете, что это натуральный продукт, виноградный сок, да, это продукт брожения, и там есть какое-то количество спирта, это примерно 4%, 5%, даже может быть и меньше, но это приятный сладкий напиток, который детишки любят. Не за алкоголь, а именно за то, что он такой сладенький, легкий, газированный. В общем, моската на севере Италии любят все от мала до велика. Другие названия, кроме моската, мускат, мускат александрийский, в Испании, есть его испанская версия, она называется москатель. Запомните их все, пожалуйста, и пробуйте мускат, любите мускат, дегустируйте мускат с азиатской кухней. Давайте еще скажем коротко про два автохтонных сорта. Первый сорт французский, но его выращивают сейчас не только во Франции, это сорт Вианье. Вианье очень красиво звучит. Это сорт винограда, который используют для производства белых вин. И Вианье, вот честно вам скажу, лично я слепой дегустации Вианье всегда нахожу по абрикосу. При этом Вианье абсолютно любого уровня, это может быть какой-то бюджетный вариант Вианье, либо может быть дорогой вариант Вианье, самый породистый, скажем так. Самый ценный, самый интересный Вианье вы можете найти в долине Роны. Это вино называется Кандрио, это участок. Географическое название Кандрио, это 100% Вианье, потрясающе. Так вот, Вианье всегда легко распознать по четкому абрикосовому аромату. При этом это абрикос абсолютно во всех проявлениях, от цветущих деревьев абрикосовых до абрикосового джема. Там есть и курага, там есть свежие абрикосы, там есть и зеленые абрикосы. То есть он настолько абрикосовый, настолько приятный, удивительный, душистый, что на самом деле Вианье любят много. Где Вианье выращивают? В Южной Африке, на севере Италии Вианье прекрасно себя чувствует, в США, в долине Роны, естественно. Очень часто Вианье ассамблируют с другими сортами, более легкими, потому что Вианье дает структуру. Действительно, вина очень плотные, поэтому, если вы пробуете сочетать какое-нибудь мясо, белое мясо, это может быть птицей, либо это может быть телятина, то в этом случае Вианье должно справиться. Безусловно, зависит от того, как это мясо приготовлено, но вместе с Вианье это будет очень-очень хорошо, за счет его плотной-плотной структуры. И последний белый автохтон, который нашел свое признание в Аргентине, если говорить про белые сорта, на самом деле в Аргентине он невероятно популярен. Этот сорт называется Тарантес. Вы его точно встречали, это название, на этикетках, вы его могли видеть на полках винных бутиков, потому что, да, Тарантес это Аргентина, то есть это визитная карточка Аргентины. Тарантес является кроссом муската, который мы с вами уже изучили. Кстати, правильно говорить Тарантес, не Тарантес, а именно Тарантес, ударение на последний слог, это Тарантес. Тарантес вы можете встретить прежде всего из Аргентины, из Португалии, из Испании и из Чили. В Чили, кстати, из Тарантес делают вот тот самый известный дистиллят Писко, берут за основу сорт винограда Тарантес, потому что он обладает кислотностью. Вообще для дистилляции прекрасно подходят очень-очень кислотные сорта винограда, не подходят те, у которых кислотности практически нет, такие как грузинские ракоцители. Так вот Тарантес для дистилляции подходит и для вина тоже прекрасно подходит, потому что у него есть структура, он хорошо набирает сахар и у него есть отличная кислотность, что дает свежесть. Очень-очень цветочный Тарантес, он правда также относится к категории ароматических парфюмированных сортов, поэтому он абсолютно точно узнаваемый, в слепой дегустации в том числе. За счет своей яркой ароматики Тарантес прекрасно балансирует, например, рыбу, приготовленную с травами, или мясо, приготовленную с травами, или может быть какие-то очень пряные салаты, то есть вот эти все пряности, травы, цветы, то блюдо, в котором очень много ароматов, Тарантес выдержит прекрасно. У Тарантеса есть несколько клонов, самый популярный из них это Тарантес Риохано, но когда говорят Тарантес, Риохано опускают, имея в виду, что это он и есть. Помимо этого, есть еще несколько других разных вариантов, но они встречаются реже. Очень свежие, очень цветочные, с ароматами бузины, лайма, лимона, зеленого яблока. Тарантес также стараются не утяжелять бочкой, потому что важно подчеркнуть его свежесть. И здесь еще очень важно сказать о том, что Тарантес не бывает заоблачно дорогим, по крайней мере, его, чтобы найти, это нужно очень сильно постараться. Вина из Тарантес достаточно легкие, душистые, свежие. Редко они бывают выдержанными достаточно долго и редко они бывают очень дорогими. Поэтому это прекрасный вариант из категории «Как купить хорошее вино за 500 рублей». Вот Тарантес относится как раз к этой. ПОДПИШИСЬ! Тарантес! Продолжение следует...